Здравствуйте, меня зовут Анатолий Владимирович, я профессор физического университета и специальность моя астрономия, я учусь в университете, а вы знаете, что университет готовит не только математику, но и физика, но и астрономия. Прежде всего, конечно, астрономия это склад физики, математики и некоторых других наук, это очень большая наука на самом деле, ну и, пожалуй, наибольшее отличие от других наук это то, что приходится, во-первых, иметь дело с необычными цифрами, а астрономия это еще и исследование некоторых крайностей, очень большие расстояния, очень большие массы или наоборот, свойства атомных ядер. Без которых нельзя понять строение звезд, например, вот такие большие крайности, умещаются в одной науке, но, пожалуй, то, что для людей не особенно искушенных в этой науке непривычно, это, конечно, очень большие цифры. В нашей земной жизни и в разных условиях мы пользуемся разными цифрами, и, пожалуй, что наибольшая цифра, которая часто достаточно встречается, это миллиард, это 10 миллиардов степен. Ну, на самом деле, это довольно большое число, например, если взять книжку из обычной бумаги, чтобы был там миллиард листов, то какая толщина? А можете проверить дома, у вас есть дома стол, степень, на полосу стоят? Ну, померите их толщину, количество страниц, ну, миллиард листов, но толщина примерно 100 километров, 100 километров плохо упакованной бумаги. Вот, вот это, что значит, такое число. Поэтому вот к этим масштабам приходится привыкать. Вот взять такой масштаб, чтобы в одном сантиметре, скажем, ну, сколько, ну, миллиард, конечно, миллион километров, то вот это Солнце будет на расстоянии полутера метра, вот такие маленькие, так решали, в размере с монетой. А тем людям, чтобы в таком масштабе, в этом нам не только прекрасно, чтобы вот эти вот все, то, что существует, довести вот до этого. Ну, то наши Солнечные системы, которые будут состоять из планет, которые будут простируют по пространству МГУ. Собиум, стадион, еще что-то там, поближе есть планеты. Ну вот, а само Солнечко будет вот размером, примерно, в монетку, где-то полтора сантиметра. А ближайшая структура звезда, она находится в сантиметре сантиметра, в этом масштабе, уладут денег в районе Орлана. Все, и нет больше никаких звезд, ближайших. Там, если, ну, дальше будет, еще дальше звезды. Ну, если мы хотим понять всю эту структуру нашу в целом, звезды, надо еще больше сокращать масштаб. А структура очень интересная, ведь это совершенно не очевидно. Вот, представьте себе, что у вас есть, ну, такая фантастическая возможность лететь с какой угодно большой скоростью и сколько угодно долго жить. Вот мы выбросли бы направление и полетели бы со скоростью, там, много больше, скоростью света, нам сейчас и не важно, что это невозможно реализовать. В принципе, ну, вот, в принципе, если бы мы так двигались, с такими скоростями, мы бы видели все время разные звезды. Мы бы через них не могли бы пролетать, одни бы, так сказать, надвигались до нас, на нас, другие бы уходили позади. Но, двигаясь так довольно долго, в конечном счете, мы бы стали замечательными звездами, встречаются все меньше и меньше, и, наконец, мы бы вылетели и уходили на эту систему, и вокруг нас вообще не уходили. То есть наш, наш мир, если далеко не уйти, то звезды и нет. Ну, а, блин, шесть назад, мы бы увидели эти звезды, которые мы оставили позади, как один большой остров, и мы называем просто нашей галактикой. Это не единственная галактика в природе, галактик очень много, на ней много наблюдается, но вот такие звездные острова, энергии, а эти звезды практически нет. Это было для того, чтобы прийти к масштабу галактики, нам надо было бы еще больше сократить масштаб, сделан по расстоянию от Солнца и Земли, один сантиметр. Тогда уже Солнце надо было бы в микроскопе рассматривать. Вот тогда, если бы мы довели все до такого масштаба, тогда наша галактика заняла бы примерно такой объем, какой сейчас занимает объем земного шара. Вот это наша система, и, между прочим, система довольно неплохо изучена, ее изучают очень много лет. Но, тем не менее, когда говорят о том, из чего состоит Вселенная, ответ может быть неожиданный вполне, в основном из чего она состоит. Вот для того, чтобы это понять, мы сделаем одно небольшое упражнение. Вот есть у нас звезды, есть галактики, они распределены на больших расстояниях, и в общей сложности мы можем наблюдать, ну, с помощью самых крупных телескопов, какие только существуют, до 10 в десятой степени галактик на небе. То есть 10 миллиардов, если бы просто полностью просчитать все, никто, конечно, считать не собирается, небо буквально утыблено в небе, но только они настолько далеки, что мы уже подробностей никаких у них строений не можем рассмотреть, они нам кажутся просто крошечным пятнышком. Так вот, каждая галактика имеет характерную массу, где-то 10 в одиннадцатой степени массы Солнца. 10 в одиннадцатой степени, а масса Солнца это 2 на 10 в тридцать третьей степени гранта. Поэтому получается, что все вещество, которое мы видим во всей Вселенной, по-моему, еще с самого крупных телескопов, имеет массу 10 в степени 10 плюс 11 плюс 2 на 10 в тридцать третьей степени 2 на 10 в тридцать третьей степени 2 на 10 в тридцать третьей степени 3, где-то будет, значит, сколько будет? 21 и 33, 54. 10 в тридцать четвертый гранта. А теперь представим себе, что мы сделали такой куб и начинаем заливать его водой. Вот куб очень большой. Я вопрос задам тогда такой, какого размера должен быть куб, чтобы сгустить в него всю эту массу, доведя до плотности воды? А плотность воды это 1 грамм на кубический сантиметр. Значит, тогда масса равна плотности, умноженная на размер стороны куба в кубе. И это будет 2 на 10 в тридцать четвертый гранта. Тогда значит, плотность равна единице. Тогда d в кубе равняется масса, разделить на рой, это будет масса 2 на 10 в тридцать четвертый гранта. 2 на 10 в тридцать четвертый гранта. Ну, корень кубичный из двойки достаточно близко к единице. А вот корень кубичный 10 в тридцать четвертый, это сколько? 18. Правильно? Значит, это будет d примерно равно 10 в 18 в тридцать сантиметр. Ну, хорошо. А расстояние до ближайшей звезды от Солнца до ближайшей звезды в 4 раза больше. То есть, все то, что мы наблюдаем во Вселенной, мы можем поместить в куб со стороной в несколько раз меньше, чем расстояние от Солнца до ближайшей звезды. Теперь понятно, что можно ответить на вопрос, чего же в основном состоит Вселенная. Она в основном состоит из пустоты. Вот это очень низкие плотности. Действительно, это характерная особенность объектов, которые изучает астрономия на больших масштабах. И одновременно мы изучаем самые плотные тела, которые существуют в природе вообще. Физики их на Земле даже не могут получить такого состояния вещества, из которого они сложили. Знаете, что это за тела? Не понял? Это нейтронные звезды. Они настолько плотные, что даже атомы в них не могут состоять. Это единственные в своем роде тела, которые не состоят из-за того. Основная масса сидит в элементарных частицах, в нейтронах, которые в обычном состоянии. Вообще живут только несколько минут, потом распадаются. А здесь они гигантские массы вещества, заключенные в очень маленьком объеме. Нейтронная звезда, имеющая массу больше, чем Солнце. По размерам она бы поместилась в пределах Садового кольца в Москве. Но только, конечно, такие эксперименты проводить, я думаю, никто никогда не будет. Там же Земля бы рассыпалась на клочки даже при приближении к этому объекту. Насчет неоднородного гравитационного поля этой звезды. Ну, это уже крайность. То есть астрономы изучают и самые плотные, и самые разреженные следы, которые только есть в природе. Но еще одна особенность этой большой науки, я об этом скажу отдельно, то, что вот эта особенность роднит, пожалуй, ее только с геологией. Она изучает все процессы и объекты эволюционно. То есть как они родились, как они меняются в течение того времени, когда существуют, и во что они превращаются потом. Вот это уникальность астрономии. Потому что, скажем, физики, они не интересуются, что там будет с объектами физического исследования потом через миллионы лет. А нам это интересно, поскольку и Земля, и планеты, и звезды, и даже галактики, они образуются, они преобразуются, они рано или поздно исчезают. И сейчас уже строго доказано, что было такое время, была такая эпоха, когда природа вообще во всей Вселенной не знала ни что такое звезды, ни что такое галактики. Было нечто совершенно иное. Если вы специально не интересовались астрономией, наверное, у вас не очень хорошее представление о том, что же такое астрономы мерят. Или вот, скажем, у обычных людей это обычно считается, что астрономы смотрят с телескопа. Это их работа. Это, конечно, легенда. Современные телескопы, которыми пользуются ученые, они даже технически не имеют такой возможности, чтобы в них заглянуть в глаза. Они не для этого строились. Я вот приготовил небольшую презентацию, чтобы немножко рассказать вам, чему можно верить, чему нельзя и астрономам. Потому что некоторые слишком преувеличивают возможности современной науки, а некоторые, наоборот, ее очень сильно недооценивают. А поскольку астрономия довольно редкая профессия, ну, никто, кроме меня, вам об этом можете не рассказывать. Ну, я начну с того, что астрономия, она, так сказать, красива сама по себе и без измерений. Поскольку небо, усыпанное звездами, оно завораживает. И, конечно, оно привлекало внимание любопытных глаз еще с самых древних веков. И, так сказать, пытались понять, что это такое. Ну, люди пришли, люди появились на земле, вообще ничего не знают. Не о небе, да не о самой земле. До всего приходилось догадываться, потом проверять. И вот, собственно говоря, весь прогресс нашего понимания мира – это предположения, которые чаще всего в дальнейшем отбрасывались, потом проверка, потом еще одно предположение, опять идея, яркая идея, потом измерения, которые либо подтверждают, либо опровергают то, о чем раньше доказывалось только. Ну вот, в средневековье телескопы были устроены примерно, выглядели примерно вот так вот. Вот видите, здесь грузик, отвес и такой типа транспортира для измерения углов. Потому что первые астрономические измерения были угломерными. Потому что нужно было понять, как происходит движение звезд по небу. Вот, но звезды движутся более-менее равномерно, а вот как Луна движется совсем в другую сторону. А вот, например, там планеты, они могут неделями идти в одну сторону, потом поворачивать и идти обратно. Это было все очень здорово, но непонятно, но нужно было как-то измерить. Для чего это делалось? Я думаю, что это делалось совсем не для того, чтобы понять физическую суть явлений. Тогда и слов-то таких не знали. Астрономия начиналась очень... эти измерения начинались в астрономии с другими целями. Потому что считалось, что по положению звезд и планет можно предсказывать судьбы. Это то, что... судьбы людей, судьбы государств. Это то, что получила потом название астрология. Вот. Она и сейчас жива, но далеко не все знают, что от начала до конца это полная лажа. Абсолютная лажа. Она держится просто потому, что людям приятно гадать, а другим приятно брать деньги за предсказания. Вот. На самом деле, положению звезд и планет вообще никакого отношения к другим. Но, тем не менее, началось все именно так. Конечно, современная обсерватория уже перешла на компьютеры. И изображения исследуются количественным образом в цифровом виде. Только цифровой формат. Только обработка в цифровом формате. Но, тем не менее, все-таки, если говорить о прошлом, то все эпохальные достижения астрономии именно связаны с возрастанием возможностей астрономических наблюдений. Причем первые астрономические измерения проводились уже давно. И здесь самое, пожалуй, яркое имя, которое я назову, это древнегреческие. Еще раз. У истоков науки. Кипар. Второй век до нашей эры. Вот здесь я перечислил, что он фактически сделал. Он первым составил фактически таблицу синусов. Он называл это таблицей Хорд. Ну, вы понимаете, что синусы это фактически можно свести к Хордам. Именно для астрономических измерений. Потому что астрономия вообще очень много дала в развитии математики. Очень много. Вел понятие эпициклов в описание движения Руны и Солнца. Это маленькие кружки, по которым движется центр, который катится по большому кругу. Это называется эпицикл. Измерил координаты около 800 звезд. Дал первую оценку блеска звезд. И определил продолжительность года с ошибкой всего 6 минут. Я даже не представляю, как он делал. Ну, естественно, астрономическими методами. Это было первое наглядное проявление астрономии как практической науки. Потому что знать продолжительность года очень важно. К сожалению, продолжительность года не содержит целое количество дней. Поэтому календари все рубят год. Либо немножечко меньше календарный год настоящего астрономического года. Либо немножко больше. И только в среднем это выравнивается. Но все говорят, год-то сейчас ответил с точностью до очень малой доли секунды. Но для издателей календарей это уже абсолютно никакого значения не имеет. И, наконец, первый определил расстояние до Луны в 59 земных радиусах, что практически точно. Он это определил по тени, которые Земля отбрасывает на Луне во время лунных затмений. А для чего он это делал, вообще его современникам было непонятно. Вот. И вот здесь очень важное свидетельство историка римского, Плине Старшего, которое я просто прочту в переводе. Про гипар. Он определил места и яркость многих звезд, чтобы можно было разобрать, не исчезают ли они, не появляются ли вновь, не движутся ли они, меняются ли в яркости. Он оставил потомкам небом наследство, если найдется тот, кто принял это наследство. Но нашлись те, кто принял это наследство, и сопоставляя те положения звезд, которые он засек своими примитивными инструментами, с положениями, определенными инструментами 19 века, впервые было показано, что звезды движутся друг относительно друга. Вот именно за эти века некоторые яркие звезды заметно сдвинулись с места. Вот так впервые на основании сопоставления старых и новых каталогов было доказано, что звезды это тела, которые движутся, причем движутся в разных направлениях. Сейчас, конечно, это не проблема, сейчас движение звезд определяется точно и за короткое промежутное время, не нужно ждать столетиями. Но, тем не менее, вот такой сдвиг в понимании природы мира был сделан именно вот на этом пути. Ну, теперь я немножко расскажу об астрономических измерениях. Значит, они бывают угломерные, бывают фотометрические, бывают спектральные, бывают локационные, это только для тел Солнечной системы, радиолокации или лагерные локации. Ну, локационные, это нас, наверное, сейчас будет мало узнавать. Поэтому я немножечко расскажу на остальное об остальных. Значит, угломерные измерения – это угловые расстояния между объектами, угловые размеры тел, небесные координаты, определение координат весов – тоже угломерные расстояния. Ну, для этого, но сначала я должен напомнить вам или познакомить вас с возможностью человечества угла. И когда мы смотрим, скажем, на две точки, мы видим их по отдельности, только если расстояние между ними достаточно далеко. Но ясно делаю, что речь идет не о линейном расстоянии, а об угловом расстоянии, под которым мы эти точки видим. Вот это вот угол мы видим. Если точки находятся очень близки друг к другу, то есть если этот угол очень и очень мал, то нам не разделить эти две точки, нам будет казаться, что это точка одна. Ну, собственно говоря, поэтому очень мелкие детали мы не можем различить. Так вот, чем меньше вот этот угол, на котором мы можем различить две точки отдельно, тем, значит, как бы резче картинка, тем лучше наши зрели. Уголы меряются в градусах, в минутах, в секундах. Один, в одной минуте 60 секунд, в одном градусе 60 угловых минут. Не пугать, единственное время. Ну, а теперь, папа, кто-нибудь знает, какой вот этот минимальный угол, под которым глаз обрешает точку? Я скажу, если глаза очень хорошие, то это одна угловая минута. Ну, а одна угловая минута, это угол, это так, арктангенс отбовый 3438. Вот это отбовение. Это действительно очень маленький угол. Ну, а если у вас уже глаза испорчены, то у вас будет там десять минут. Если уж совсем испорчены. Ну, обычно считается, что норма две минуты. Ну, вот с этим нашим угловым разрешением глаза, ну, что мы увидим? Мы видим вот отдельные детали. Даже на луне можно заметить там что-то такое, черные пятна какие-то, но уже очень плохо, там уже разрешения может не хватать. Ну, вот, чтобы точно измерять расстояние угловые между объектами, нам нужно этот угол сделать как можно меньше. Это арктангенс отма 206-265. Это очень маленький угол, а вот меньший угол, с меньшими углами, когда мы хотим еще поднять точность, там проблема. Потому что атмосфера мешает. Атмосфера, нам кажется, о, она прозрачна, сквозь нее все видно, там луну, звезды. На самом деле для астрономов атмосфера – это кривое зеркало, это постоянное движение в воздух, это искажение. Ну, очень легко почувствовать это. Ну, вот, например, у вас у всех есть дома окна. И, наверное, у многих есть бинокли. Сильные бинокли, ну там, полевые бинокли, увеличение там в 10 раз, больше. Вот в окно все видно. Вон там улица, там люди ходят, машины ездят. Если посмотреть сквозь оконное стекло с помощью сильного бинокля, вы увидите, что искажения все-таки. Это какие-то не очень четкие контуры, что какие-то вот переливы. Ну, то есть вот те искажения, которые незаметны для глаза, при большом увеличении вылезают. Так вот, атмосфера, она для глаза прекрасно идеальна. Мы сквозь нее смотрим, лишь бы дождик только не шел. А вот, если у нас есть телескоп, то, знаете, иногда наблюдения при хорошем небе закрываются, и телескоп закрывается. Потому что небо ясное, а искажения очень большие. Поэтому, если у нас не дает изображение одна секунда, то это довольно плохо. И вот, дальше астрономы пытались поднять вот это вот разрешение. И вот, какой путь здесь проделала наука? Сначала были очень хитрые сооружения для измерения углов. Они назывались триквертумы. Они, так сказать, дошли до Коперника, то есть там до 16 века. Вот. Более, так сказать, сменили тоже вот это секстанты, квадранты. Это все приборы, которые были рассчитаны на измерение угловых расстояний между звездами или высоту звезды над горизонтом, но визуально. Вот в это время еще не был изобретен телескоп. Ну вот, а потом уже, так сказать, вот они сейчас в музее только, конечно, остались. Вот на острове Вен в Швеции там был Тихо Брагер, который работал на этом инструменте. То есть ему король подарил целый остров. И он построил на нем какие-то обсерватории. Вот сейчас там в Швеции музей. Вот. Ну и, наконец, пришла, открыт, бог оптика в астрономию. И в астрономию пришла математика. Поскольку математика – это ваш любимый предмет. Или я ошибаюсь? Нет, я ошибаюсь. Я сразу скажу, что вот математика и астрономия, они очень тесно переплетены. Астрономия очень много дала для развития математики. А сейчас, говорит, математика и астрономы – это просто созерцание неба. То есть, ну, а это нужно только для личного удовольствия, не больше. Ничего так разобраться нельзя без математики. Ни в чем сейчас. Значит, все началось из-за геометрии и стереометрии. Когда нужно было понять, что же происходит со звездами и с планетами. Как они движутся. Сначала по небу, потом как движутся в пространстве. А потом, как их орбиты ориентированы. Потом, так сказать, пришло дифференциальное исчисление. Дифференциальное исчисление прошло очень долго. И вот в окончательном виде, но и то даже не в окончательном, а в прорывном виде, сформулировано было Иксака Ньютона. А для чего он это изобрел, это дифференциальное исчисление? Для того, чтобы понять, для того, чтобы уметь рассчитать, как движутся тела по закону Всемирного Тоготения. Другим способом это нельзя было сделать, кроме как сложения бесконечно малых величин. Впервые орбиты небесного тела с помощью дифференциального исчисления выполнил Галилей, хорошо знавший Ньютона. Вы помните ситуацию? Наверное, многим знакомо такое название – комета Галилея. Ну вот, кометы всегда появляются неожиданно и ниоткуда. А он, значит, предположил, что это та же самая комета, которая наблюдалась там 70 с лишним лет назад и еще 70 с лишним лет назад, как там записи сохранялись. И он решил, что это та же самая комета, и, значит, можно засечь ее орбиту по наблюдениям и определить, через какое время она прилетит снова. Ну, через 70 с лишним лет, оказалось. Но как эту орбиту считать, это было, конечно, очень сложно, потому что тогда он нанял много девушек-вычислителей, а они так и просто… Ну, есть закон всемирного тяготения. Вот, вот они… Есть известность скорости координатов. Значит, они считают скорость там, как изменяется на… За один день она перемещается, значит, теперь сила меняется в протяжении к Солнцу, потому что расстояние изменилось, они берут новую силу, еще считают смещение, маленькое смещение за один день, потом еще и так далее. Счет длился месяцами. Это то, что сейчас на компьютере, даже на маленьком, как на командном компьютере, можно делать очень быстро. И он определил время прихода. Правда, он не дожил до этого года, но, кстати, комета пришла именно в тот год, когда, вот, вот, скажем. Вот. Это уже, так сказать, было практическое такое использование дифференциального исчисления. Ну, инференциальное исчисление, оно, без него невозможно рассчитать движение никаких космических объектов. Даже не просто космических объектов, а спутников, спутников связи, навигаторов, ну, я не знаю, наверное, у всех, наверное, все, наверное, видели там навигатор, да, вот, который там, GPS. Ну, в смартфонах там есть, в машинах. Где-то какая работа до этого стоит? Вы себе не представляете, или не представляете, откуда эти цифры берутся? Откуда эта там маленькая, маленькая штучка в коробочке знает, где вы находитесь? Это еще советы дает. Вот. Это же колоссально. Здесь запитан труд сотен людей. Здесь специальные навигационные спутники, у которых движение отслеживается с помощью радиотелескопов в невероятной точности. Спутники имеют скорость около 8 км в секунду. Нужно знать положение на каждый момент времени не хуже, чем 2 сантиметра. Вот. Это гигантская точность. Здесь работает масса людей. Вы этим пользуетесь. Все это делается за счет денег Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. А как это делается? Это должны быть очень быстродействующие машины, очень быстродействующие компьютеры, которые могли бы вносить поправки, коррекции в движение спутников. И главное в кодированном виде распространять их во все стороны, чтобы в любом месте Земли ваш маленький JBS приемник или ваш маленький смартфон поймал бы этот сигнал, раскодировал бы его. И поскольку сигнал приходит от нескольких спутников сразу, нашел бы координаты того единственного места на Земле, где вы должны быть, чтобы вот с таким запапливанием пришли сигналы. То есть здесь и астрономия, и космические методы, и математика, и все что угодно. Вот это, пожалуй, для меня это почти что верх того, что сводил человек к настоящему времени в прикладном плане. Но я подозреваю, что большинство людей вообще не задумывается. А как это все происходит? Врет навигация. Давай следующий. И наконец оказалось, что мы столкнулись с таким большим количеством явлений, когда даже дифференциальные исчисления просто в аналитическом виде не проходят. Никаких машин не справятся. Это, например, когда у нас есть тела сложной формы или много тел, каждый из которых притягивает друг друга по какому-то закону. И вот большинство задач современной астрономии вообще аналитического решения не имеют. А решаются они методом создания численных моделей. Это компьютерные методы. Они очень широко в астрономии используются. Не только в астрономии, но и в других областях разных наук. Но вот это тоже математика. Но это уже сукубо такая математика численная. Числовая математика. Уже компьютерная математика. Я думаю, что многие из вас уже здесь прекрасно обладели, насколько это можно в вашем возрасте. Но впереди там еще многое предстоит, потому что каждые 10 лет у вас на качественный уровень поднимаются и компьютерная техника, и методы вычислений. Ну, а самый простой это, конечно, закон всемирного тяготения в простой форме. Вот в школе вот так вот проходит белок. Не помню этот класс. Вятный закон. Вятный, да? Закон всемирный. Закон только для точечных или сферических тел. Скажем, уже к Земле и спутнику он строго не применим, потому что там появляются многие члены. То есть это некий абстрактный закон. По этому закону только точки взаимодействуют. Вот. Его нельзя применять, если вам другой формы, либо мы получим не совсем точный результат, либо просто неверный. Вот возьмите, например, вот, скажем, мел лежит на столе, а расстояние-то между мелом и столом – ноль. Тогда вообще стол должен запритягивать, имел бесконечную силу, а что я тогда могу его поднять? Я не должен поднять. Почему? Расстояние-то ноль, это прикасается. Ну тогда это и так рассуждать, что вы со своего сиденья не встанете. Вот. То есть здесь не работает этот закон, это совершенно по-другому. Но вот в простом виде, в виде для точек и шаров работает. Но как только стало известно, что Земля – это не шар, так уже стало ясно, что нужен другой закон. И уже авторомы используют более точные законы, где для точек это всё сохраняется, а дальше нужно дифференцировать и интегрировать. Ну вот, что получается? Вот это всё приходится быстро учитывать, когда, например, рассчитывается орбита космического парада. Вот, к примеру, потрясающая вещь. В 1978 году был запущен космический аппарат для исследования комет. Ну сначала он исследовал там солнечный ветер. Так вот здесь, вот этим полоской показана его орбита. Его орбита в системе отсчётов, вращающейся в системе Земля-Луна. Вот он такие хитрые петли описывал, но вот фактически он вращался вокруг такой устойчивой точки, вокруг равновесной точки, называется точка Ла Бранжа. Потом ему дали маленький толчок, и он пошёл описывать вот эти вот петли, и точно, так сказать, уже без всякого включения двигателя его эта траектория вывела на путь к комете, которая шла в 1985 году на перерез ему со скоростью около 50 км в секунду. Он прошёл, провёл исследование. Ну это в 1987 году его двигатели были выключены. Всё, его потеряли. А потом его некоторые пары инженеров, просто наспорх, рассчитав орбиту за последующие годы, используя радиотелескоп, нашла от него снова сигнал. Он ещё был жив, и в 1987 году, значит, в 1978, в 1987 выключено, в 2014 году снова включили двигатели. Представляете, какая надёжность техники. Он болтался по Солнечной системе, подошёл к Земле поближе в 2014 году, опять включили двигатели, и, так сказать, направили его изучать солнечный ветер. Но вот для того, чтобы рассчитать вот эту орбиту, ведь это же орбита, это без включения двигателей. Вот далее толчок, и вот он пошёл и написывает эти петли. Это же какая точность расчёта требуется. Вот ещё один пример. Это первый космический аппарат, который удалось вернуть на Землю без всяких тормозных двигателей. Без всяких тормозных двигателей. Это космический аппарат «Кенезис». Вот система «Луна-Земля» показана, как он двигался. Он два с половиной года собирал, исследовал солнечный ветер, а потом один раз у него был включён двигатель, он сманеврировал так, что прошёл по этой дороге, подошёл к Земле показательной, вошёл в атмосферу, спустился, и результаты вопали в руки учёт. То есть точность должна быть потрясающей. Не только точность определения координат, но и точность быстрого расчёта орбит. Это делается с помощью математики. Другой пример. Астрономическая единица. Астрономические единицы в астрономии называются средние расстояния от Земли до Солнца. По крайней мере, так учат в школе. Но если вы спросите, что ведь Земля и Солнце — это не точки, только как у меня среднее расстояние между чем и чем, то тут уже любой учитель заплутается. Потому что ещё есть и другие планеты, которые на Солнце влияют, на Землю. Ну вот астрономическая единица. Вот она равна... Вот когда пишут, астрономическая единица, знак равенца 150 миллионов километров — это неправильно. Так нельзя писать. Потому что это примерная цифра. Иначе можно думать, что специально нам повезло астрономической единице вот столько вот нулей. А вот надо говорить, что это около 150 миллионов километров. А точное значение, полученное с помощью космических аппаратов, вот чего равно. 149 миллионов, 597 тысяч, 870 километров, 690 метров. Вот это точность. Особенно я хочу учесть в том, что там поверхность Солнца, она не гладкая. Там она поднимается и опускается на сотни километров. Там и протуберансы, и сама поверхность дышит с определённой частотой. Тем не менее, астрономическая единица определена с такой точностью. Более того, удалось даже проследить, как центр Солнечной системы движется относительно центра Солнца. Вот здесь большой круг — это Солнце. Там ядро, вот это вот, ну, край Солнца. Это край большого круга. А вот здесь вот эта вот линия, которая несколько витков даёт. Это так перемещается центр масс Солнечной системы. Относительно Солнца. Почему он перемещается? Вот если бы была одна Земля, то Земля бы раскачивала Солнце на 800 километров своей гравитации. Тогда было бы, когда центр Солнца движется по кругу. Из-за Земли. А поскольку много других планет, получается вот такая хитрая картинка. Так что центр Солнечной системы может не просто не совпадать с центром Солнца, он даже может выходить за пределы Солнечного шара. Вот. Ну что ограничивает точность этих угломерных измерений, на базе которых всё это можно было сделать? Я уже упоминал только атмосферу. Значит, требуется высокое угловое разрешение телескопа, и его ограничивает. Первое – это дифракция свет на краях объектива, которая ограничивает вот этот вот предельный угол. Этот угол, я ещё раз напомню, называется «разрешающий способностью без струны». Это тот самый угол, который для глаза составляет одну-две угловых минуты, а атмосфера делает сложным получение этого угла меньше одной секунды. Ну вот атмосфера, конечно, здесь очень много портит, но у вас есть у кого-нибудь маленькие телескопы дома? Есть, да? Есть, да? Какой диаметр объектива? То есть самые важные характеристики телескопа – это диаметр качества объектива. Некоторые думают, что самое важное для телескопа – это вот сколько раз он увеличивает. Это вообще не важно. Вот. Самое главное – это способность иметь большое угловое разрешение и собирать больше света. Ну так вот, маленькие телескопы, как раз у них разрешающая способность ограниченной дифракцией света на краях объектива. Вот она дает ограничения. И, конечно, движение воздуха, которое физики называют атмосферной турбулентностью, то есть вот такое хаотическое движение массы воздуха. Ну и, конечно, насколько четко изготовлен объектив, качество объектива. Здесь вот было в последние десятилетия колоссальный прогресс. Научились делать объективы телескопов большие, форма которых строго математически выверена. Это очень сложно, потому что объективы делаются из стекла. Не из обычного стекла. Из обычного стекла будет очень плохой объектив. Он тоже любительский телескоп. А объективы делаются из стекла, который не реагирует на тепло. То есть не расширяется, не охлаждает, не сжимается. То есть у них, как говорят, коэффициент теплового расширения – ноль. Дископ надо было еще изобрести такое стекло, а на него изобрели. Так вот, качество такое высокое, что на площади нескольких квадратных метров, а иногда и нескольких десятков квадратных метров, точность формы, которая придается стеклянному объективу, значительно, ну, отличается от математической, значительно меньше, чем на толщину человеческого волоса. По всей площади. Только так удалось получить качественные объективы. И вот для того, чтобы повышалась разрушающая способность, использовали разные методы. Ну, для того, чтобы атмосферу обойти, нужно создать космическую обсерваторию. Самая лучшая космическая обсерватория, которая сейчас работает – это телескоп имени Хаббла. Он работает на высокой орбите, на высоте, там, почти 500 километров над землей, летает. И размер этого телескопа вполне средний, где-то чуть меньше двух с половиной метров диаметр. Это, по таким земным меркам, это не очень большой телескоп. Это телескоп, так сказать, учебный. Вот, у нас в обсерватории, в университетской, сейчас строится такой телескоп. Правда, не в Москве, а в Москве телескоп. В Москве бесполезно наблюдать, как в любых крупных городах, там, на Кавказе. Вот. Но он все-таки работает за пределами атмосферы. Поэтому атмосфера на качество изображения не может повлиять. Влияет только дефракция света до краю оправы. И он держит разрушающую способность одну десятую угловой щеку. Это очень хорошая разрушающая способность. Но зато космические аппараты, научные космические аппараты, это очень дорогое удовольствие. Вот, для того, чтобы запустить в космос рабочим виде телескоп и обслуживать его, ну, требуется столько денег, сколько хватило бы на строительство где-то сотни обсерваторий с такими телескопами на Земле. Вот. Поэтому только уже в космос сейчас запускают такие аппараты, которые могут быть предназначены для поимки невидимого излучения, которое до Земли не доходит. А космические, оптические телескопы уже не запускают в космос. Дорого и бесполезно. Потому что земная техника наступает на пятки космической техники. Есть так называемое использование техники интерференционных наблюдений. И это очень... Я не буду здесь удивляться. Это чисто физические методы. Это связано с интерференцией света. Это очень долго надо будет рассказывать. Просто... И использование адаптивной оптики. Вот это вот наиболее, пожалуй, интересно и современно. То есть придуманы такие способы, которые позволяют в каких-то определенных пределах слегка менять форму отражающей поверхности зеркала. И делать это таким образом, чтобы компенсировать искажения, которые связаны с атмосферой. Свет проходит через атмосферу. Он искажается. Так вот здесь зеркало дает искажение обратного знака. Чтобы уже после отражения получалось так, как будто бы атмосфера ничего не исказила. Для этого нужно очень быстро, в быстром режиме отрабатывать все эти непрерывно меняющиеся искажения, которые возникают в атмосфере. Быстро-быстро, автоматически подстраивать форму зеркала. И тогда будет изображение такое, как если бы атмосферы не было. Это довольно хитрые и дорогостоящие вообще методы. Но сейчас крупные телескопы вот без такой адаптивной оптики уже не делают. Вот. Это любопытно. Просто любопытно, как инженерный. Вот так выглядит... Вот так выглядит телескоп Каблана. Вот так выглядит прибор... Это фотография телескоп с адаптивной оптикой. Там отслеживается... В качестве рефера используется искусственная звезда, которую создают пучку лазера. Поэтому вот такая странная картина. Вот этот вот луж не нарисован, а с фотографиями. Это лазер бьет прямо через телескоп. Создавая на высоте километров 15 искусственную звезду. То есть маленькая такая яркая область, которая телескопом воспринимается как звездочка. Вот. И уже отслеживается от этой бьетнички нескажение атмосферы и зеркало и компенсирует. Ну вот смотрите, что удалось сделать с помощью такой адаптивной оптики. Это удалось увидеть движение звезд вокруг центра нашей галактики. Вот здесь масштаб. А если кто понимает, 10 световых дней это расстояние, которое свет на 10 дней проходит. Вот. Это самый центр нашей галактики. И здесь зафиксировано с помощью этой адаптивной оптики движение звезд по орбитам, по эллиптическим орбитам вокруг пустого места. Вот то, что нам кажется, что это пустое место, это сверхмассивная черная дыра, не излучающая света. А вещества в ней столько, сколько в 4 миллионах звезд таких, как Солнце. И она ничего не излучает. Для нас это темная точка. Это очень необычный объект. Они называются сверхмассивные черные дыры. Вот. И вот удалось измерить все это с помощью адаптивной оптики в южной европейской природой. Идем дальше. Вот поверхность звезды Витамгейза, которая была получена с помощью изображения телескоп с адаптивной оптикой. Это расстояние 430 световых лет. Из такого расстояния никакой телескоп не может увидеть саму поверхность звезды. Но адаптивная оптика позволила это делать. Но лучше всего вправляются в задачи увеличения разрешающих способностей радиотелескоп. Потому что радиоантенны можно расставить на большие расстояния, на большие расстояния друг от друга. И если вот такой комплекс состоит из многих антенн, то он воспринимает все извлечение так, как воспринимала бы одна антенна размером с расстоянием между самыми удаленными антеннами такого комплекса. То есть если у нас есть там 10 антенн по километру друг от друга, то будет такой же разрешающая способность этого инструмента, как у одной антенны размером 10 километров. Вот этот такой метод очень хорошо был освоен радиоастрономией. А радиоастрономия, надо сказать, наука, которая родилась, в общем-то, после войны. Вообще, кого интересует наблюдение в неоптических областях спектра, в радио, в инфракрасных областях спектра, в ультрафиолетовых областях спектра, в инфракрасных. Я вообще приглашаю, сейчас читаются лекции в полнитарии на эту тему, я сам буду читать в октябре. Приходите, покупайте билет в зал. Пока я могу сказать только, какой предел разрешающих поступности установлены. Итак, предельное угловое разрешение достигнуто наземными методами на сегодня. Это радиотелескопы, совокупность радиотелескопов, которые состояли из антенн на очень больших расстояниях друг от друга. Радиотелескопы, работающие как единое целое в Аризоне, в Калифорнии и на Гавайских островах. На длине волны чуть больше одного миллиметра. Была достигнута рекордная разрешающая способность при наблюдении гидра нашей галактики. Вот там, где черная дыра, которая показывала. Вот, достигнуты разрешения четыре сто тысячных доли угловой секунды. Значит, хорошее оптическое наблюдение – одна секунда. Кабовский телескоп – одна десятая секунда. А радиометоды – четыреста тысяч. Этой самой секунды. Вот. Ну, это расстояние соответствует линейному размеру меньше половины астрономической единицы. Из такого расстояния до ядра далеко от нас. Свет идет там до ядра галактики 23 тысячи лет. Продвигая каждую секунду – 300 тысяч километров. Ну, вот. Но, на самом деле, есть еще один рекорд. Он уже космический. И поставлен он нашими учеными. Это российский космический аппарат «Радиоастрон». Он сейчас работает на орбите. Наблюдения начались в 2017 году. Он выглядит как зонтик. Он раскрылся в космосе с размером антенны диаметром 10 метров. И движется по очень-очень вытянутой орбите, которая почти доходит до Луны. И вот это как бы одна часть интерферометра. И работает он радиотелескопами на Земле. Включая радиотелескопы в Америке. Ну, до сих пор в Украину участвовала. Сейчас, по-моему, уже не участвую. Вот. В Австралии. Вот эти радиотелескопы работают как системы, как самый крупный астрономический инструмент в мире. в истории. Потому что он... Размер этого астрономического инструмента 350 тысяч километров. Какое же было угловое разрешение достигнуто? Это угловое разрешение было достигнуто 7 микросекунд. Вы уже знаете, что микро, слово, означает одна миллионная. Поэтому 5-7 миллионных долей. То есть рекорд наземных интерферометров перекрыт намного-много. Ну, вот, если я говорю эти цифры, то очень трудно себе представить, что это такое. Вот я специально посчитал, и можете меня проверить. 7 микросекунд – это толщина спички, наблюдаемой со расстояния 25 тысяч километров. Или толщина тонкого человеческого волоса со расстояния 1500 километров. То есть вот где-нибудь там взять волосы и быть там в Крыму, допустим. Да, а из Москвы смогут быть. И вот мы тогда скажем – толщина волоса такая. То есть для чего это нужно? Оказывается, что без этого невозможно понять детали, что происходит в активных ядрах галактик. Это одна работа, одна задача. Это решение нужно, чтобы понять, как происходит образование звезд. Там это тоже связано с этим. Но это уже, как говорится, вопросы для отдельной беседы. Может быть, когда-нибудь я вам еще приду и расскажу о чем-то другом. Дальше, конечно, надо рассказать, что в астропизике, конечно, самый важный у людей – это спектральные люди. Они могут решить целый ряд задач. И, прежде всего, определяются те параметры, которые источник имеет. Ну, изобретены были спектральные наблюдения еще в конце прошлого века. Бонзеном и Кергофом, то есть физиком и химиком, которые, собственно говоря, изобрались спектрологом. Нужно это было не для астрономии. И нужно это было для химии, чтобы определять, из каких веществ состоят те или иные соединения. Потом они убедились, что они могут увидеть, из каких веществ состоят соединения, которые светятся где-то далеко. Там где-то за речкой был пожар, по-моему, горела там какая-то фабрика игрушек. Они навели свой спектроскоп и сразу же увидели спектральные линии в разных элементах, сразу же сказали, что они знают, как там красят, какими красками красят игрушки. Вот дистанционный метод изучения источников, он как раз базируется, современный метод, на спектральных наблюдениях. Можно измерять скорости движения тел, можно измерять их химический состав, измерять температуру, плотности, магнитные поля и там другие свойства. Это все астрономические измерения, которые сейчас научились делать и получать достаточно высокую точность. А сами спектры, что же? Вот такой вот спектр звезд. Солнышко нам все, конечно, подпортило, мы не видим здесь детали. Здесь довольно много линий, но отдельные линии видны. Вот это фактически спектральные линии, это как штрих-код, который в магазине проводится и вся информация. Разница только в том, что тут сложнее. Тут каждый объект имеет свой штрих-код и даже одинаковые объекты в разных условиях будут иметь разные спектры. Поэтому их исследовать не так просто, то есть здесь за секунду не обойдешься, как лазером здесь не считаешь. Но, тем не менее, какая-то аналогия есть. Вот в записи фитнес лучше, чем на фотографии, как выглядят, скажем так, правильные линии и распределение спектров некоторых звезд. Вот по таким картинкам удалось понять, как звезды устроены. Удалось понять, что там происходит внутренне. Удалось понять, почему вдруг в таких-то частотах они излучают много, а каких-то мало. Вот, то есть, надо сказать, что современный астрофизик вот здесь уже достигла, пожалуй, максимальной глубины. Мы знаем, как рождается свет, знаем, как он взаимодействует с веществом и знаем, как это производится звездами. Вот, здесь полная, полная, завершенная картина знаний есть у астрономов. Вот, но этот метод позволяет очень разреженный газ тоже, так сказать, исследовать, если он только светится. Он очень могущественный, это стихорадный метод. Вот, самый предел, самое слабое излучение, принимаемое от газа заполняющего скопление галактик, измеряется в рентгеновском диапазоне спектра. Плотность этого газа всего 10 в минус 27 степени грамм на кубический сантиметр. То есть, для вас это пустые цифры, потому что человек уже не может вообразить, что это такое. Давайте сравнить, что при такой плотности в объеме земного шара содержится около 1 грамма газа. И вот этот газ при такой маленькой плотности светится, и мы это свечение наблюдаем и измеряем. Ну, измерение температуры, конечно, это, если это пыль, то по собственному излучению, если это газ, то по свечению газа. Вот, может быть... Среди Ориона. А, конечно, Ориона, правильно. Вот там туманность Ориона, вот внизу. Вот, хорошо видна, бинокль видна эта туманность. Вот она, как выглядит в инфракрасном спектре. Вот здесь. Это все туманность Ориона, это нижнее яркое пятно. Вот. А здесь не видно ни одной звезды. Все это свечение связано с горячей пылью. Ну, к сожалению, ребята, это нужно картинку надо смотреть в темноте. Ну, скажем, вот у меня она ярче видна. Ну, вы просто почувствуете свет. Это запись спектров, запись спектров в микронном диапазоне. Инфракрасный свет. То есть, вот здесь запись, как распределена энергия по длинам волн. Вот эти вот линии, они наблюдаются не просто там в звездных или между звездных средствах. Это линии в далеких галактиках наблюдаются. И вот, что это за линии? По положению этих линий и этих линий, я вам говорю, как по четырехкоду можно узнать, что светит. Так вот оказалось, что вот эти вот линии принадлежат органическому чувству. Вот. Если кто знает химию, это полиароматичные углеводороды, бензольные кольца. Вот. А они обнаруживаются астрономическими методами и в нашей галактике, и в других галактиках. Вот. А нам они, наверное, знакомы по западу сжженые резины. Вот когда их галактика бывает. Так вот, значит, сжженые резины и в космосе много. Вот. Ну, фотометрия тогда я... Задачи другие. Измерить или сравнить светимость источников или проследить, как меняется поток света со временем. Этот метод позволил нам... Ну, я здесь немножко проскочу то, что не видно. Нам, чтобы наблюдать далекие объекты, использовать фотометрические методы и их исследовать, нужно большую площадь зеркал, телескоп. Вот, скажем, вот это самый большой телескоп в Европе. Находится он в России, на Северном Кавказе, около станицы Зеленчуг. Диаметр его зеркала 6 метров. Оно там видно внизу. Это вот ажурная труба, это труба телескопа. А вот там внизу вот такое овальное. Это зеркало. Ну, когда-то оно было самым большим в мире. То есть телескоп наш, российский, был самым большой в мире. Сейчас мы где-то 14-й по размеру. Мы просто перестали заниматься техникой одно время. Вот. А вот в Альма-Первене там пролежит телескоп, который американцы построили вместе с европейцами на Канарских островах. Там размер зеркала 10 метров с небольшим. А вот такого же типа размер построен в Южной Африке. Вот. Сокращённый называется South African Large Telescope. Вот. Ну, у нас, к сожалению, пока не собираются строить такие большие телескопы. Но европейцы предлагают в складчину построить телескоп ещё крупнее. Это макет. Это не существующий телескоп. Это макет телескопа, который уже отпущен в Вене. Размера будет около 40 метров зеркала. Одно зеркало или несколько? Нет. Он составлен. Ну, всё. Это достигнутые пределы. Вот это уже самые слабые объекты, которые только астрономы смогли получить. Это с помощью космического телескопа Хаббла. Это маленький кусочек с неба. Вот весь этот кусочек имеет размер 2 угловых минуты. Это вот только то, что глаз принимает как точка. Это всё раз 20-10 квадратов. Так вот, здесь видна только одна звезда, а всё остальное это далёкие галактики. Ну вот, с помощью фотометрии удалось обнаружить другие планеты. Поскольку планеты дают периодический характер изменения блеска звезды. Вот. И периодические изменения скорости звезды. И когда научились мерить скорость звезд с точностью до нескольких метров в секунду, то стали обнаруживать, что у многих звезд есть невидимые спутники, которые заставляют звезду колебаться с этими скоростями. Там одну, пять, десять, двадцать метров в секунду. Так были обнаружены планеты у других звезд. Значит, вот это вот по кинематике и по фотометрии. По изменению яркости, если планеты периодически проходят по низкой звезды. Сейчас, в настоящее время, уже известно больше тысячи отдельных планет у других звезд. Больше тысячи. А когда-то недавно мы вообще не знали, а есть ли планеты у других звезд, нет ли. Сейчас уже это кажется даже странным. Вот. То есть, вот как происходит. Планета движется вокруг звезды, ну и смещается ее в центр тяжести. Конечно, не так сильно, как на рисунке. А смещает она там на сотни или на тысячи километров в секунду. Но даже с большого расстояния сейчас наши астрономические методы позволяют это зафиксировать. Или вот планета проходит по низку Солнца и меняется яркость. Яркость меняется периодически. Мы можем вычленить это изменение яркости и найти характеристики планеты. Вот реально. Это измерение, как изменилась яркость звезды, когда через нее проходит планета. Только здесь очень маленькие добы. Вот 0,90-95 это значит что-то полпроцента. То есть буквально на 2% изменилась яркость звезды и мы это уже обнаружим прекрасно. Ну вот, относительно измерения расстояния, конечно, я уже не буду сейчас говорить, потому что здесь плохо видно. Но я просто скажу вам, что самые точные измерения масс в звездах очень редко встречающихся, которые представляют собой пульсирующие радиоисточники. Вот такие пульсирующие радиоисточники называются пульсары. Их перил держится в точке высокую точность. Вот, например, посмотрите, как выглядит измерение периода. Пульсара выделится в миллисекунды, то есть тысячные доли секунды. Вот посмотрите, сколько у нас здесь точек после запятой. Насколько точно нужно измерить период. И поэтому, отслеживая изменения этих периодов при вращении звезд вокруг общего центра массы, удается очень точно измерять массу, измерять ярко виду. Оказалось, например, что конкретно те две пульсары, которые я показывал, они должны в конечном счете слиться вместе и столкнуться. Вот, и дается прогноз, что это произойдет через 85 миллионов лет. Я точно могу сказать, что здесь ошибки быть не можно. А две звезды, две нейтронные звезды, маленькие, столкнутся и произойдет взрыв ужасающей силы. Ну вот, такие взрывы наблюдаются в других галактиках, но очень и очень редко. Вот, даже вот трудно себе представить. Это же астрономия. Это далекие объекты, которые глазом не видны. Видны только в радиодиапазоне. Больше нигде не видны. И вдруг видим, как результат, размер орбиты этих звезд сокращается на 7 миллиметров ежедневно. И это можно видеть. Это астрономические измерения. Вот, в таких случаях, конечно, точность это максимально какое можно придумать. Ну вот, есть несколько таких систем. Ну, массы, когда начали измерять массы, то вот, есть такой смешной человеческий. Это американский немецкого происхождения 30 слихи, который в 30-х годах показал, что помимо той массы, которая дает о себе знать в свечении, там, звезды, галактики, есть еще невидимая масса. И она исследуется тоже астрономами. Исследуется с использованием математических методов. Вот, считается, что все галактики находятся в таком окружении галорий с темными вещами. Она называется темная или скрытая масса. Из чего состоит она до сих пор неизвестно. Это одна из загадок. Вот, темная материя. Вот, но используются методы так называемого гравитационного линзирования, когда свет отклоняется в гравитационном поле, звезд или скоплений. И тогда уже для света неважно, какая природа этой массы. Если она, масса вообще есть, она притягивает. И притягивает свет тоже. Световые лучи, они материальные, тоже притягиваются по закону вселенного тяготения. Вот, поэтому астрономы научились эти эффекты мерить. Но для этого требуется измерение искажений в далеких галактиках. И вот здесь чисто математические методы. В статистической математике, вероятностными методами, удается получить распределение не только видимой, но и невидимой массы, которая искажает свет далеких объектов и превращает их в дуги. Вот эти дуги, которые вы здесь видите, на самом деле на этом месте ничего нет. Это призраки, это духи. Это изображение гораздо более далеких объектов, которые получились, потому что проходящий свет мимо этого скопления галактик искажился. Свет идет по кратчайшей линии, а здесь кратчайшая линия не является прямой. Это не эффективная геометрия. Так удалось получить распределение темной массы по слабому рензированию. Сормулирую выводы из всего того, что я говорил, что иногда даже небольшой точности измерений недостаточно, чтобы понять природу объекта, его свойства. Но любое существенное повышение точности – это всегда неизведанное. Ну, еще в качестве примера могу сказать, ну, что грубо можно сказать, как мне нужно знать расстояние от одной стены до другой. Я возьму рулетку длинную, там такие есть, меряю расстояние. Какую точность я определил? Ну, миллиметр. Ну, больше никак. А теперь я повышу точность, скажем, в сто раз. Вот я буду мерить лазером, допустим, в сто раз. Что я увижу? Я вижу, что расстояние меняется. Потому что кто-то ходит, кто-то там машина проходит, звуковые волны, которые я издаю, доставляют стены вибрируют. А если я еще в сто раз повышу? Тогда я услышу отголоски каких-то далеких землетрясений, которые здесь в Новой Зеландии происходят. Все это отразится. Тогда я увижу, что дом нашего университета сжимается и расширяется в соответствии с температурой окружающей среды. А если я еще больше повижу, еще там в тысячу раз, тогда я вообще могу дойти, что я увижу колебания, отвязанные с гравитационными волнами, которые до сих пор никак не обнаружатся. И мне дадут новое ускорбление. Вот. То есть, чем я повышаю точность измерений, тем больше тонких и любопытных эффектов возникают, в том числе и таких эффектов, на существование которых даже догадаться угодно. Вот то, что я вам сегодня попробовал сказать. Вот это вот орбита Земли. Вот Земля. Ну, неважно. Круг я не замыкаю, доска не включая. Конечно, в случае это будет орбита Земли. Но вы, может быть, знаете, что Луна вращается вокруг Земли. А кто может попробовать изобразить траекторию движения Луны? Вот у нас вот на нашу душе Орбита. А может кто-нибудь? Ну, выйдите. Кто там? Ну, давайте, попробуйте. Давайте, походите. А я вам пока другой вопрос задам, не менее сложный. Извините. Да всё равно это. А я вам пока другой вопрос задам. А чего бывают смены дня и ночи? Земля вращается. Вы знаете, в пятом, шестом классе, я тогда пятёрку поставил. Вращение земли вокруг оси? Хорошо. А если бы земля не вращался в руках себе, была бы смена дня и ночи? Была бы. Была бы? Да, была бы. Только тогда день и ночь год бы длился. Полгода. Так, значит, ответ-то нужно правильно сформулировать. Так от чего? Да при чём здесь? Из-за того, что ест нашего земли наголоднение и вращается вокруг Солнца. Этого мало. Этого мало. Этого мало. Надо подумать над ответом. Потому что здесь, значит, что нужно, чтобы не было смены дня и ночи? Надо, чтобы угловая скорость земли вокруг оси совпала бы с угловой скоростью земли вокруг Солнца, но не только по величине, но и вектор угловой скорости бы совпал. Немножечко бы отличался, и уже всё равно была бы смена дня и ночи. Но и этого мало. Но это нужно ещё одно условие. Потому что тогда, в этом случае, ну, ещё что-то требуется для того, чтобы была смена дня и ночи. Это, значит, смена, когда светло и когда темно. Вот когда светло, это Солнце светит. Но нужно ещё понять, почему безграничные Вселенные, безграничное количество звёзд не засвечивают небо ночью так, чтобы оно светилось, как днём. Это неправильный ответ. Расстояние суслово. На большом расстоянии, но зато их больше. Чем больше расстояние, тем зато на этом расстоянии их будет во столько же раз больше. Это неправильный ответ. А вот я не буду. Я не буду. Я не буду. А? Что много лет назад? Многие звёзды. Уже в воздух у нас светло, потому что у нас уже не странно. Ну, здесь что-то есть, но на самом деле там немножечко сложнее. Конечно. Это может быть только в том случае, если когда-то давно, в прошлые миллиарды лет вообще взлёзд нет. Ну, это одна из причин. Потом, может быть, когда-нибудь я скажу и вторую. А пока... Так, неправильно. Ну, тогда подождите. Я дам подсказку. Мы не пользуем закон Семерного стекотения. Сила, с которой Солнце притягивает Землю равняется Ж, масса Солнца, масса Земли, разделить на расстояние от Солнца до Земли в квадрате. Сила, с которой Земля притягивает Луну равняется Ж на массу Земли, на массу стояния между Землей и Луной в квадрате. Берём отношение. Сила, с которой Солнце притягивает Луну. Ж, масса Солнца, масса Луны. Расстояние от Солнца до Луны. Но расстояние от Солнца до Луны это примерно то же самое, что от Солнца до Земли. Потому что Луна там ближе, то дальше, чем Земля от Солнца. В среднем это то же самое. Расстояние от Солнца до Земли в квадрате. Теперь давайте попробуем сделать так. Ну вот возьмём, разделим вот эти вот два уравнения одно на другое. Сила, с которой Земля притягивает Луну, делить на силу, с которой Солнце притягивает Луну, равняется. Ж сокращается. Где будет? Что здесь сократится? Здесь сократится масса Луны. Останется масса Земли. На r земля Луна в квадрате. А здесь будет масса Солнца на r солнце Земля в квадрате. Ну вот, вот это отношение хорошо известно. Во сколько раз масса Земли меньше масса Солнца. И это отношение хорошо известно. Так вот, и то и другое где-то в 1600 раз равно. Так вот, оказывается, что вот это отношение, я подставлю эти цифры, то окажется, что это отношение равно примерно одной второй. Это значит, что Солнце притягивает Луну в два раза сильнее, чем Земля притягивает Луну. Вот вам подсказка для правильного ответа Луну. Давайте попробуем еще раз. Вот Солнце. Вот Земля. Кто будет рисовать орбиту Луны? Ну, хватит. Как зовут? Михаил. Неправильно. Сейчас я пришлю, почему неправильно. Я ведь вам подсказку дал. Луна притягивается Солнцем сильнее, чем Землей. Вот, надо понимать, что здесь в пересунке, а вот здесь как бы вот Луна, а здесь вот Земля. И Луна вот так вот как попроет Землю. Вот Михаил так хотел нарисовать. Вот это Земля, вот так она отходит. Но если Луну, Солнце притягивает сильнее, чем Землю, то она не может быть выпуклостью орбиты обращена к Солнцу. С какой стати она будет поворачиваться к Земле, если Солнце сильнее притягивает? Так Солнце будет поворачиваться. Поэтому, поэтому неправильно. Ну все же, вариант теперь, ну давайте, рисуйте правильный ответ. Да, приятно. А как она работает в Земле? Да, если бы она имела, то мы самому могут быть. Вот. То есть, да. Земля вообще не действует? Нет. А это действует, значит, в космосе нет утрения. Если сила есть, значит, нет. Возможно, это ускорение. Но если она не может пересечь его орбиты, то как тогда надо внутренность вращаться к Земле? Ну оказывается. Она должна быть таким образом. Я даю подсказку еще раз. Вот слушайте внимательно, что поскольку Солнце притягивает Луну сильнее, чем Земля, а орбита Солнца, тогда орбита Луны должна всегда быть обращена к Солнцу своей вогнутой стороной. Но тем не менее, Луна оказывается то дальше от Солнца, чем Земля, то ближе. Ну, теперь я уже все подсказал в институте правил. Значит, вы уже сказал, что вам должно быть знакомо такое понятие, как радиус кризисным. Нет пока? Хорошо. Вы пробовали так логично. Значит, смотрите. Вогнутая должна быть обращена к Солнцу. Ну вот она и будет обращена к Солнцу. Во всех точках. Вот это был бы правильный ответ. Теперь я должен немножко сказать о том управлении математики, которые сыграли, сейчас играют в астрономии особенно очень большую роль. Ну, помимо этого зачисления, возможно, я уже говорил, финал и координат. Это понятие устойчивости. Понятие устойчивости системы. Я не знаю, знакомы ли вам вообще эти понятия. В физике, вы знаете, есть равновесие устойчивое, неустойчивое, где-то различное. Вот наше Солнце, как и другие звезды, это устойчивая система. Вот устойчивость заключается в следующем. Вот как отличить систему устойчивую от неустойчивых. Вот я, например, попробую поставить карандаш на Аш-3, у меня ничего не получится. Хотя, если точно я так поставлю строго вертикально, то это будет равновесие. Но равновесие неустойчивое, потому что любой микроскопический сдвиг карандаша в сторону, даже незаметно ни на глаз, ни на что, приведет к тому, что карандаш упадет. Это неустойчивое равновесие. А вот, скажем, если у меня стоит мел, вот это тоже неустойчивое. Я могу равновесить его, отпустить, он упадет. Но в таком состоянии равновесие устойчивое, потому что я отключу трону мел. И отпущу. Он начнет колебаться относительно положения равновесия, но его сохранит. Так вот, когда стали физическими методами исследовать природу небесных тел, космических объектов, то прежде всего встало два вопроса. Вопрос об устойчивости Солнечной системы и вопрос об устойчивости звезд. Что значит устойчивость Солнечной системы? Каждая планета движется по орбите, похожей на круг, хотя это не круг. Похожей на эллипс, хотя это и не эллипс. Но похожи. Но вот проходят века, проходят тысячи лет, проходят миллиарды лет. Ведь планеты-то все время действуют друг на друга, значит они как бы сбивают друг друга с эллиптических орбит. То есть орбиты постепенно меняются у любой планеты. Так вот, если эти изменения накапливаются, то это означает, что система со временем будет меняться очень сильно. Она неустойчива. А если изменения не накапливаются, то значит Солнечная система может существовать вечно. Так вот, интересно, что современные методы расчета могут только всего просто дать предел. На то, если она не предел, сколько времени Солнечная система гарантирована будет устойчиво. Оказывается, что это несколько десятков миллиардов лет. А вот что будет потом, никто не знает. А вот в случае со звездами, в случае с Солнцем, ситуация абсолютно другая. Ведь что представляет собой любая звезда? Какая, например, как Солнце. В центре звезды смонтирован термоядерный реактор. Смонтирован самой природой. Мы понимаем, как он образуется. Мы примерно знаем, как он образуется. Но термоядерный реактор, это что значит? Это не просто реактор. У нас, например, на Земле тоже научились термоядерную энергию получать. Но только в аэродском способе, в форме взрыва. Вот так вот появилось термоядерное оружие, термоядерная бомба. А Солнце и звезды – это термоядерные бомбы непрерывного действия. Потому что там непрерывно происходит непрекращающийся взрыв с такого же типа реакции между атомными ядрами, какой происходит в термоядерной бомбе, созданной ученым. Но вот тогда вопрос заключается в том, а у что еще такое образование? Что термоядерная реакция, а дальше уже идут слои. Солнце – это газ. А почему же тогда термоядерная реакция повышает температуру, а повышение температуры приводит к тому, что они идут еще сильнее, эти реакции? А почему же тогда Солнце и звезды не разносят в пух и прах, если там внутри вложена термоядерная бомба? Что есть? Атмосфера. Атмосфера-то нет, но нас никакого не играют. Значит, дело в том, что опять-таки природа так устроена, что термоядерная реакция устойчива, потому что они сдавливаются массой, весом выше лежащих слоев Солнца. И поэтому Солнце и такие звезды, которые похожи на Солнце, они устойчивы и могут существовать миллиарды лет. Но оказывается, что некоторые звезды со временем теряют устойчивость. Это очень массивные звезды. Они теряют устойчивость, когда кончается ядерное горючее. И тогда происходит мощнейший взрыв, который называется взрывом сверхновой звезды. Это происходит очень редко. Вот в такой галактике, как наша, в среднем где-то один раз в 50 лет. Но по воле случая, с тех пор, как был изобретен терескоп, ни одной вспышки сверхновой в нашей галактике так и не наблюдалось. Но мы обнаружили звезды, которые скоро должны потерять устойчивость. И одну из них я сегодня показывал, когда рассказывал о том, как можно получить в диске звезд, используя современные методы повышения разрешающей способности терескопа. Эта звезда, самая яркая звезда, простоватая на звезде Ориона, называется Бетергейзер. Эта звезда скоро должна потерять устойчивость и взорваться. Вот можно, что это будет в следующий четверг. Но может быть через 15 лет, а может быть через 10 тысяч. Никто не знает. Но она уже готова к этому взрыву. Теория сверхновых — это теория потери устойчивости взрыва. Это та область, где математика взаимно проникла в физику и в астрономию. И это очень важно, потому что от сверхновых звезд зависит очень многое. Скажем, человек состоит из атомов разных элементов. Здесь в основном мы состоим из воды, а вода — это водород, кислород, серо, углерод, марганец, магний, все что угодно. В человеке содержится полная таблица Менделеева, химических элементов. Так вот оказывается, что все элементы, кроме водорода, из которых мы состоим, они образовались при взрывах сверхновых звезд. То есть мы все состоим из вещества звездного происхождения. Только водород существовал даже в то время, когда природа не знала, что такое звезды, не было. А все остальные вот элементы у нас, они образовали звезды. Поэтому очень важно понять, дальше, если сверхновая звезда взорвалась бы не очень далеко от Солнца, то нашей жизни мог бы прийти конец. Очень мощная радиация при этом рождается. Но если сверхновая на сравнительно безопасном расстоянии взрывается, вот как, например, Бетельгейза, на жизнь это не повлияет. Можно даже поближе ей быть. Но на сравнительно безопасном расстоянии, то тогда радиация может привести к мутациям. Эти мутации могут привести к скачку жизни, к появлению других организмов, к изменению организмов. Вот, считаю, есть предположение, что изменение животного растительного мира на Земле, которое было много, несколько раз за историей Земли, связано, скажем, с радиацией, со взрывами сверхновых. Поэтому очень важно понять, как они взрываются, как они живут. Вот я еще раз повторяю, что это как раз очень интересная область, где физика, математика и астрономия взаимно привлекают. Ну вот я на своей беседе уже несколько вам таких примеров показал. И если вам это интересно, интересуйтесь. Сейчас многое можно узнать. Если не на лекциях, то по интернету. Только имейте ввиду, что в интернете очень много мусора и дезинформации. Владимир Георгиевич Туркин абсолютно доступно для вас. Ведет целый полугодовой курс где-то по лекции в неделю по интернету. На самом деле, ну, я не знаю, как раз говорю, что это произнесется, но мне понравилось. Ну, тяжеловато, не могу сказать. Я думаю, корядный студент. Ну, не идиоты же они. Если даже я понял, то вы тем более поймёте. Вы же можете вообще почитать книжки. Вообще никто не запрещает вам что-то и почитать.